Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли на телеканале Культура артист Тель-Авивского театра Гешер и Московского театра на Малой Бронной Леонид Каневский. Леонид Семенович, я вас приветствую. Здравствуйте. Я хочу поздравить и вас, и ваших коллег по актерскому цеху, и весь театр с премьерой и ревизора. Благодарю вас. Это действительно праздник. У вас хорошая актерская память? Тьфу-тьфу. Пока не жалуюсь, слава богу. Ну и грех жаловаться, потому что, получается, 53 года назад, плюс-минус несколько месяцев, вы уже всерьез подготовились к той роли, которую удалось сыграть вот только что, премьера. Конечно. Я, когда мне вот позвонил главный режиссер театра... Сергей Галамазов? Сергей, да, Анатольевич Галамазов, и предложил, я даже ойкнул, потому что я поступал в Щукинское училище, именно то, что вы говорите, с монологом Городничева. И потом даже не мечтал его сыграть. Даже мыслей таких не было. Думал, ну как, Городничева, с моим лицом, где этот у нас картошка, где эти мои? Ну и тем не менее, вот он предложил мне эту роль. Я, конечно, с громадной благодарностью и пиететом принял это предложение. И вот уже играем премьеру. Пролетело три месяца. А с Гоголевским текстом во время репетиций происходили какие-то пертурбации в сторону уменьшения? Практически нет. Кое-что просто чуть-чуть сократили по каким-то сценкам, но практически текст Гоголя не трогали. Очень бережно и... Иногда в порядке импровизации что-то возникало, какое-то одно-два слова в общении с персонажами. А так, нет, пиететно очень. Наоборот, там была такая история, значит, нам предложили текст Гоголя. Текст, как бы, роли, пьесы. Немножко отредактированы. Как бы сокращенные, там что-то такое, какие-то словечки ушли, все. Ну, естественно, я взял пьесу и, значит, внимательно ее начал читать и вернул все, что классически звучало у Николая Васильевича. Все вставил, вернул в роли. Сергей Анатольевич, конечно, не возражал, наоборот, все это приветствовал. И вот мы выпустили спектакль «Ревизор». У Анатолия Эфроса была фраза, эту фразу повторяли многие его ученики, и она вам, конечно же, хорошо известна. «Снять пленку с привычного». Вот в случае с вашим родным театром, с которым вы знакомы уже больше сорока лет. Вот эту пленку удалось, вот хрестоматийный Гоголь, которого многие так не любят в школе, удалось взбодрить? Да. Я думаю, что удалось это сделать театру, вот эту вот снять пленку с привычного, потому что ничего не меняю, естественно, не меняю ничего. Начиная от оформления костюмов, которые делала моя дочка Наталья Каневская. Оформление потрясающее, замечательный художник у нас, оригинальное, необычное, потрясающее. Я уверен, что зритель будет ошарашен поначалу. Потому что ведь что происходит? Что такое Гоголь? Что такое «Ревизор»? Все знают, как играть «Ревизор». Какой городничий, какой Хлестаков, какой Добчинский, Гобчинский. Какой Ляпкин-Тяккин? А как это? Что, я не знаю, какой Ляпкин-Тяккин? А это такой, какой городничий. Какой Хлестаков? Все знают. Все знают. И вот я думаю, что приходящий к нам в зал зритель поначалу затихает. Потому что не слышно комедии. Текст ничего не менялся, ничего совсем. Но атмосфера возникает иная, что очень важно. И я думаю, что Николай Васильевич с нами согласен, потому что пьеса очень современная, очень мощная. И вот если читать его письма Николая Васильевича, он все время был недоволен спектаклем. Он все время был недоволен каждой новой постановкой. Потому что там были хихоньки-дыхахоньки, Водевиль из него сделали, а он писал про другое. И вот я думаю, что наш зритель, который приходит в театр со своим видением Городничева, Хлистакова и так далее, я думаю, что нам большую часть зрителей удается убедить, что вот такой должен быть ревизор. Такой Хлистаков, Даня Страхов, такой вот Городничий, конечно, не знаю, хорошо это или плохо, это уже другое дело, понимаете, но то, что вот такой спектакль, вот такие персонажи, вот такие отношения, я думаю, что вот такие Анна Андреевна и Марья Антоновна. Я очень хорошо помню, когда мы с вами встречались некоторое время назад, перед вашим юбилеем, вы говорили, что каждый шаг, каждое появление свое на сцене сверяете с тем, как на это мог бы отреагировать, что по этому поводу мог бы сказать Анатолий Васильевич Эфрос. И вот в его системе координат этот спектакль хорошо себя чувствует? Он вписывается? Мне кажется, он совпадает на 100%, потому что это потрясающее содержание, простроенные взаимоотношения психологические, это замечательная форма, неожиданная, замечательное музыкальное, как бы оформление, замечательные костюмы, я уже говорил. И я думаю, что это совпадает с... Анатолий Васильевич, думаю, принял бы наш спектакль и принял бы, во всяком случае, большинство исполнителей. Ну, помимо поздравления с премьерой, вас можно поздравить, это, конечно, удивительный зигзаг удачи, зигзаг судьбы, возвращения на родную сцену, хотя это ваш второй театр, но, конечно, он является родным, потому что столько в нем было прожито и пережито. Это не каждому удается, далеко не каждому. Да, это чудо, это чудо, действительно, что так произошло, и когда раздался этот звонок, это что-то такое, кто-то сверху ведет, думаю. Тут фу. Потому что возврат на эту сцену, где, ну, как сказать, лучшие годы, Ленком, 63-го по 67-го, это Анатолий Васильевич, когда пришел туда, в театр, и дальше по 91-й год, конечно, это было замечательно, замечательно. И сейчас мы сидим в гримерной с моими старыми коллегами и друзьями, Геной Сайфулиным, Витей Лакеревым, и вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем все, что происходило, и опять же, выверяем то, что происходит сейчас в этой сцене, как бы отнесся к этому Анатолий Васильевич, и сопоставляем, и не расходимся во мнениях, что спектакль получается. Ну, в театре на Малой Бронной уже два спектакля, фактически, репертуарных, да, ну, «Резвизор», естественно, а «Поздняя любовь», он вошел. Приглашенный, да. Приглашенный, но уже репертуарный спектакль, который идет почти 4 года. Да. Но на Бронной он идет только первый год. У меня вопрос по этому спектаклю, раз уж он вошел в репертуар, рассказ Зингера, Башевисин Зингера, о человеке, ну, скажем так, мягко говоря, постарше вас. Ну, постарше. Поэтому понятно, почему этот рассказ, на основе которого написана пьеса, называется «Поздняя любовь» или в других переводах «Последняя любовь». Но когда человеку за 80, это вот соломинка в виде этой роскошной женщины, которая появляется... Я прошу прощения, я перебью на секунду. Мы как-то с Кларой были на сцену Шушинской ГЭСТу, а пригласил мой друг. У вас ассоциативный ряд, так. Да, я скажу почему. И спектакль не могли привести, было сложно. Мы были вдвоем и играли, как бы, ну, работа, творческую встречу с строителями, со всеми. И играли сцену большую, спектакль. И она такая цельная, второго акта сцена. И я подумал, что почему «Поздняя любовь». И я говорю, объявите так, что сцена и спектакль рассказа Башевица Зингера «Поздней любви не бывает». Ага. И мы играли эту сцену. Вот вы концепцию и высказали. Да. Все, я понял. Тогда я понял. Вот почему я перебил вас. Вы сознательно не историте своего героя, соответственно, да? Там нет дликлеющего, кряхтящего старичка. Ну, есть, в первом акте есть. Есть, есть. Почему, конечно. И здесь обычно актерская природа устроена таким образом, что хочется обострить, то есть сделать его еще более старым. Тем более у вас такой богатый опыт. Свесельчаков. Свесельчаков, конечно. Режиссер Константин Худяков. Блистательный спектакль, где вы издали Константин Чердуровым. Да, но вам было намного меньше, а старички были по 75. По 75, да. Ну, то есть не привыкать ставить свое актерское нутро, да, свое персональное. И получается, что в поздней любви герой молодеет, потому что любви поздней, как вы сказали, ее не бывает. А что сейчас в вашей жизни играет роль вот этой любви, которая не дает состариться? Профессия, семья, что? Ну, вот вы ответили сразу на вопрос. Семья и профессия. Потому что у меня красавица молодая жена. Мы с ней всего 35 лет живем вместе. Красавица дочка. И поэтому надо соответствовать. С ними рядом. А во-вторых, профессия. Если хочется сохраниться в ней и не огорчать близких в профессии, не говорю даже по жизни, не огорчать своим нездоровьем или дряхлостью, но не огорчать близких в профессии, когда ты на сцене. Ведь я думаю, что мои коллеги со мной согласятся в большинстве своем. Мы играем, да, для зрителя, да. Но в первую очередь мы играем для близких, для близких, для родных, для друзей, которые, когда находятся в зале, должны испытывать чувство радости и удовлетворения, что их друг выглядит, играет замечательно. И зал ему аплодирует, аплодирует заслуженно. Вот для меня это очень важно. Когда мама сидела в зале, папа сидел, брат, жена, дочка, и когда близкие мои друзья прилетели из Израиля, мои друзья, специально на премьеру. Прилетели из Праги, мои друзья, специально на премьеру. Прилетела из Америки наша приятница. Да, что-то совпадает по делам, но тем не менее они так построили, чтобы прилететь и посмотреть новый спектакль со мной в этой ситуации, как бы, что я вернулся на круги своя. И это ужасно приятно. И, конечно, вот это сохраняет, дает возможность сохранять форму и не рассыпаться. Как будет стыковаться ваш график работы в театре на Малой Бронной с репертуаром в Тель-Авиве, в театре Гешер? К сожалению, я там сейчас очень мало занят. К сожалению, для обеих сторон? Я надеюсь, да, потому что мой друг и главный режиссер театра Гешер говорит, ну, скажи, дай время, дай время. И поэтому он так как бы пошел мне навстречу, дал такой свободный режим, и каждый раз, когда я приезжаю, иногда играю в спектакль в театре и еду с ними на гастроли куда-то. Мы были в Америке в прошлом году. Он говорит, ну, дай время, как у тебя, скажи, когда. Потому что я его начинаю упрекать, как бы, что ж ты меня не зовешь, не приглашаешь. Он говорит, что? Дай время, он говорит, дай, скажи, когда ты можешь. Так что я надеюсь, что да, к сожалению, потому что я люблю этот театр, и в Израиле прожито 18 лет потрясающих творческой, человеческой жизнью. Леонид Зимеевич, огромное спасибо вам. Все? Мы закончили? Да. Как жалко, с вами очень приятно. Бог любит Троицу, так что у нас будет обязательно с вами повод. Надеюсь. С вами и с премьерами в театре на Малой Бронной. Низкий поклон и удачи на премьерных спектаклях. Благодарю вас. Заходите. Леонид Каневский, знаменитый советский, российский, израильский актер, сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Спасибо вам. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok